Доброе утро, Ульяновск и вся Ульяновская область. На телеканалах Репортер 73 и ОТР настало наше время. Время утра с репортером. Очередной день. Встречаем вместе с вами мы, Оксана Коваль и Владимир Гаврилов. На календаре 1 февраля. Уже все, последний месяц зимы стартовал и предлагаю заглянуть в календарь истории. В этот день, в 1671 году, русский царь Алексей Михайлович женился на Наталье Нарышкиной, представительнице небогатого и незнатного рода. В 1699-м Петр I повелел челобитные и договоры в России писать на гербовой бумаге. В 1809-й год российский император Александр I учреждает парламент Финляндии. В 1816-м создан Союз спасения, первая тайная политическая организация декабристов. В 1921-й год в Петрограде создана литературная группа «Серпионовы братья» – объединение молодых писателей, прозаиков, поэтов и критиков. В 1923-м, там же в Петрограде, в доме номер 76 по набережной реки Фонтанке, открыта первая в Советском Союзе сберегательная касса. А в 1969-м установлены дипломатические отношения между СССР и Республикой Перу. В 2009-м состоялась интернизация патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ну, кажется, обо всем рассказали. Можно начинать? Лишь напомню, что нашу студию украшают прекрасные цветочные композиции от партнера программы сети цветочных салонов «Нимфа-73». Вы смотрите «Утро с репортером». Поехали! «Утро с репортером» – двухчасовой марафон событий, полезной информации и ярких впечатлений. Плюс интересные гости в студии. Показываем, чем живет Ульяновский регион и начинаем день вместе. Позитивно и бодро. Ежедневно на телеканалах «Репортер 73» и «ОТР». И еще. У вас уже не болит голова. Начнем традиционно с полезной информации. На этот раз от гастроэнтерологов. Они назвали полезные свойства сыра, а также отметили, что при его употреблении организм человека вырабатывает полезные эндорфины. По словам специалистов, сыр поможет справиться с бессонницей и усталостью. Если неторопливо съесть небольшой кусочек за 30 минут до сна, организм сможет расслабиться, и вы легко заснете в хорошем настроении. При этом надо остерегаться плавленого сыра, так как он не относится к категории натуральных, говорят специалисты. Кроме того, качественные сыры богаты витаминами и микроэлементами. Так, в их состав входят витамины А, С, Е, Б12, цинк, йод, железо, медь и калий. Как предупреждают врачи, не нужно съедать по 100 грамм этого лакомства ежедневно. Если соблюдать ограничения употребления этого продукта, то он будет полезен всем. Однако людям с непереносимостью лактозы стоит употреблять более выдержанные сорта сыра, поскольку они намного легче усваиваются. О спорте и здоровом образе жизни продолжим в нашей традиционной рубрике ЗОЖ. Доброе утро, Ульяновск! Просыпаемся! Я Ольга Прохорова, инструктор по фридайвингу и тренер по плаванию. Передаю вам привет из Дахаба. Дахаб – это мека фридайвинга, где все фридайверы собираются со всего мира, чтобы покорять глубину блюхола. Ведь глубина блюхола – 95 метров. Блюхола – это губая дыра, состоит из кораллов, колодец такой глубиной 95 метров. Представляете? Ну что, сегодня мы с вами сделаем чисто пловцовскую разминку. Готовы. Вытянули руки наверх. Правая рука уходит назад, а левая вперед. Давайте попробуем. И раз, и соединили руки наверху. И руки упали, соединились. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Если получилось, другую сторону, другая рука. Правая падает вперед, а левая назад. Медленно. Раз, соединились. Два, три, молодцы, четыре. Хорошо. Давайте теперь ручки вперед. То же самое. Правая наверх, а левая назад. Раз, соединили. Не получается? Давайте медленнее сделаем. Раз, соединили. Другая рука падает. Правая вниз, а левая наверх. Раз, два. Молодцы! А теперь можно быстрее сверху. И раз, два, три, четыре. Молодцы! Другая рука падает вперед. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Стряхнулись. Попрыгали, попрыгали. Стряхнули, стряхнули. Просыпаемся, просыпаемся, просыпаемся. Теперь руки назад. Раз, два. Раз, два. Наверх выкидываем. Раз, два. И хлопнули себя по спине. Раз, два. Руки мягкие, как в плете. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Теперь вперед по машинам руками. Раз, руки мягкие. И расслабляем их. Два, три, четыре. Делаем как можно выше, насколько вам позволяют плечевые суставы. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Хорошо! Стряхнули, стряхнули, стряхнули. Подняли руки, стряхнули, стряхнули. Попрыгали, проснулись, 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 проснулись. Прожелаю вам хорошего дня, позитивного настроения. Не грустите. Солнце над Ульяновском скоро тоже проснется. И будет вас согревать. До новых встреч! Пока! Весной в России может заработать закон о самозапрете на выдачу кредитов, пишет одна из российских газет. Сегодня создается единый сервис подачи заявок на ограничение действий на финансовом рынке, который предполагает, что граждане смогут выставить самозапрет или ограничение на получение кредитов через портал госуслуги. А информация будет автоматически передаваться в бюро кредитных историй. Банки и микрофинансовые организации перед выдачей потребительских кредитов и займов должны будут проверить в кредитной истории заемщика наличие такого самоограничения, направив запрос в любое квалифицированное бюро кредитных историй, пояснил регулятор. При наличии действующего запрета кредитор должен будет отказать выдачей кредита или займа. Если же, несмотря на установленный запрет, договор потребительского кредита или займа будет заключен, кредитор не сможет потребовать от заемщика исполнения обязательств по этому договору. И введение и снятие самозапрета будет бесплатным и неограниченной по числу обращений. Специалисты уверены, закон определенно усложнит мошеннические схемы и способы сократить число кредитов, взятых мошенниками. Однако лазейки все-таки остаются. Ну, например, если мошенники получат доступ к личному кабинету на госуслугах. Свести риск мошенничества к минимуму поможет осознанность гражданина. Стоит несколько раз подумать, прежде чем сообщать третьему лицу какие-либо цифровые данные, пояснили эксперты. При этом гражданин сможет отозвать этот запрет в тот момент, когда ему действительно понадобится получить кредит. Обзором одной из российских газет продолжим утренний эфир. Вышел в свет очередной выпуск парламентской газеты. Совет Федерации открыл весеннюю сессию. Обращаясь к сенаторам, спикер Палаты регионов Валентина Матвиенко отметила, что переходный период, когда страна адаптировалась к новым вызовам, уже пройден и пора заниматься развитием. Также сенаторам надо участвовать в работе по восстановлению мирной жизни в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, чтобы решать проблемы их жителей. Определились и с законодательными приоритетами на сессию. В ближайшее время планируют рассмотреть новую редакцию закона о занятости, инициативы о съемках детских и юношеских фильмов, отдыхе детей-инвалидов. В том числе Валентина Матвиенко отметила, что каждому сенатору нужно оперативно реагировать на обращения военнослужащих и членов их семей. Нужно не только следить, чтобы у военнослужащих было все необходимое оборудование и снаряжение, но и держать на контроле вопросы их социальной и правовой защиты. На полное расселение людей из зоны БАМ необходимо примерно 25 миллиардов рублей. Об этом в парламентской газете рассказал сенатор от Бурятии Вячеслав Наговицын. Он напомнил, что в 2024 году магистраль отметит 90-летний юбилей. К этому времени нужно решить проблему низких темпов расселения бамовцев из аварийного и бедного жилья. Совет Федерации рекомендует правительству рассмотреть возможность увеличить выделение денег на программу, чтобы помочь четырем регионам – Бурятии, Забайкальскому краю, Амурской и Иркутской областям. По словам Вячеслава Наговицына, если сохранятся нынешние темпы работы, на расселение людей из зоны Байкала-Амурской магистрали уйдет еще примерно 50 лет. При том, что людей не так уж и много, по предварительным подсчетам, речь идет примерно о 6 тысячах человек. Разумеется, это неприемлемо. Благо, в распоряжении властей есть альтернативные программы. Так, например, рассматривается вопрос о предоставлении жилья по программе переселения из районов Крайнего Севера. В Совете Федерации намерены поддержать малые пекарни на селе. Сегодня деревенские жители могут радовать себя свежей хлебобулочной продукцией только раз в неделю. Ведь ежедневно завозить ее в отдаленные села производителям невыгодно. Парламентарии считают, что с такой проблемой можно бороться. Так, по словам сенатора от Новгородской области Сергея Митина, в его регионе, а также еще в пяти субъектах, будет запущен эксперимент по развитию малых пекарен. Как считает сенатор Сергей Митин, для того, чтобы помочь в этом сельским хлебопекам, необходимо пересмотреть программу комплексного развития сельских территорий. В нее можно бы включить субсидии на строительство помещений под сельские хлебопекарни. Уже в весеннюю сессию законодатели планируют рассмотреть законопроект об инклюзивных санаториях и детских лагерях. Соавтором инициативы стала сенатор Ирина Рукавишникова, благодаря которой уже были приняты несколько важных законов о социальной помощи семьям с детьми-инвалидами. Теперь парламентария обратила внимание на то, что сегодня дети с особенностями развития могут отдыхать только в специализированных учреждениях. Отчасти это объясняется тем, что в них создана инфраструктура, но сейчас пора делать следующий шаг. Нужно создавать такую же инфраструктуру и в других санаторных, курортных, учреждениях, медицинских, для того, чтобы детки с таким статусом могли общаться и отдыхать совместно с детьми, не имеющими такого статуса. Вот этот инклюзивный отдых как таковой, я думаю, что это следующий шаг в социальной реабилитации и социальной помощи таким детям. В Совете Федерации хотят ужесточить работу рюмочных. Деятельность небольших кафе в спальных районах, которые легко обходят ночной запрет розничной продажи алкоголя, создают реальную угрозу для общественного порядка и безопасности. И хотя с 2020 года регионам позволено вводить дополнительные требования к площади залов, больше порядка не стало. Поэтому уместно передать субъектам право устанавливать и другие ограничения, например, на время продажи спиртного. С таким предложением к сенаторам обратились их коллеги Архангельские парламентарии, и Совет Федерации с ними согласился. На заседании Совета Федерации в ноябре прошлого года его спикер Валентина Матвиенко отметила, что проблема алкоголизации населения острая, поэтому необходимо проработать дополнительные инициативы по контролю за так называемыми наливайками. К обсуждению проблемы вернулись на днях, хотя, по словам главы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова, подобные инициативы вызывают одобрение далеко не у всех. Тем не менее, сенатор считает правильным рекомендовать правительству принять соответствующие законодательные изменения. Подписаться на парламентскую газету можно во всех отделениях Почты России по индексу П2118. Самая полная информация о новых российских законах на сайте газеты pmp.ru. С выше 4 тысяч ульяновцев в 2023 году смогут улучшить финансовое положение благодаря соцконтракту. Государственная социальная помощь составит почти 580 миллионов рублей. Жители региона с низким уровнем доходов смогут направить соцконтракт на поиск работы, на развитие личного подсобного хозяйства, индивидуальное предпринимательство, либо на решение трудной жизненной ситуации. Напомним, социальные контракты являются одним из основных направлений финансовой поддержки граждан по нацпроекту «Демография». Основным условием заключения социального контракта по-прежнему является наличие в семье или у одиноко проживающего гражданина по независящим от них причинам среднедушевого дохода ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Уточнить подробную информацию по оформлению социальных контрактов можно по телефону 41 66 92, на бабочной 96 90 96 91 96 92, или в отделении социальной защиты населения по месту жительства. Кроме того, для оказания консультационной помощи при оформлении социальных контрактов в Ульяновске продолжает работать единый центр по адресу улицы Карла Маркса, 19. Далее рубрика о главном. Абсолютно все экспонаты этих мобильных выставок собраны поисковиками и реконструкторами нашего региона. Сегодня в Ульяновской области действует 9 поисковых отрядов, а в скором времени по решению губернатора их должно быть больше, по одному в каждом районе как минимум. Отряды существующие окажут новичкам всю необходимую организационную помощь и даже обучат. В регионе на постоянной основе действует летний курс юного поисковика. В составе 9 опытных объединений, неравнодушных к военной истории, более 300 человек. География их работы внушает уважение. Воронежская, Тверская, Ленинградская, Волгоградская и Новгородская области, а также Республика Карелия. Последнее, наиболее сложное в плане логистики. Один из вопросов слета – компенсация расходов на горючее, куда не идет ни один автобус, добираются на личных болотоходах. Правительство Ульяновской области в лице Министерства молодежного развития стало увеличивать обороты, связанные с поддержанием и обеспечением, ключевыми моментами, связанными с транспортной логистикой и доставкой. Потому что для нас, как вне боевого региона, выезды за пределы все-таки несут одну из крупных нагрузок. Участие в обсуждении потребностей поисковых объединений и задач, которые стоят перед отрядами, принял депутат Государственной Думы Российской Федерации Михаил Авдеев. Сегодняшняя жизнь показывает нам, что мир становится совершенно другим, где понятие памяти, памяти своих отцов-предков, к сожалению, во многом уходит в прошлое. В России не уходит во многом благодаря именно этим людям и таким ярким историям. Это экспонат коллекции поискового отряда «Авангард», найден на местах ожесточенных боев. Сегодня символ продолжения жизни, несмотря ни на что. Это стеклянная фляжка с водой. Она уцелела в момент боя. И внутри находится вода, которую боец перед боем, в момент подготовки, видим, к наступлению, набрал в эту флягу. И таких экспонатов за годы работы накопилось столько, что в пору открывать музей. Они, кстати, уже есть. Один в Димитровграде, еще один в Засвияжском районе Ульяновска. А кроме того, сразу несколько передвижных экспозиций. В этом году начнется работа еще над одним музеем. 400 метров полезной площади нуждаются в некотором ремонте. После чего... Мы, в принципе, можем наполнить все это экспонатами и сделать очень хорошие там залы общества, воинской славы. А где находится? Прямо в самой администрации, в дорожном районе. Тесное сотрудничество поисковиков и с реконструкторами, а часто эти люди успевают совмещать сразу два важных дела, дарит региону ежегодный фестиваль «Бессмертный подвиг». Участие в котором принимают их коллеги практически со всех регионов ПФО и не только. В этом году гостей в Ивановке ждут 3 марта. Проделаны большие подготовительные мероприятия. Благодаря активной работе ульянских реконструкторов были созданы инженерные сооружения на тактическом поле авангард села Ивановка в Курьянской области для организации проведения фестиваля «Бессмертный подвиг». Многое нужно будет сделать и в законодательном поле. Поисковики попросили Алексея Русских наладить взаимодействие с военкоматами, обладающими бесценными документами эпохи, а также упорядочить работу властей муниципалитетов. Ситуации бывают разные. Находят героев, воинов Красной Армии в других регионах, звонят напрямую в муниципальные образования. Муниципальные образования порой не связываются с поисковыми отрядами, а они должны это регистрировать, вносить в данные. Законодательное разъяснение обязательно проведут. Большая предварительная работа с документами по предстоящим экспедициям этого года уже проделана. Каждый отряд наметил свои маршруты и планы. В этом году намечена поездка в Волгоград, в Волгоградскую область в апреле месяце, летом Карелия и осенью Ржев и, возможно, Белоруссия. Картину дня дополнит региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Федеральные деньги – хорошее подспорье, но и о собственных силах забывать не стоит. Доходы СНДФЛ по итогам 2022 года подросли в среднем по региону на 115%. Это прямое следствие работы комиссии по повышению уровня заработной платы, которая всего за 12 месяцев помогла заключить около 3000 соответствующих соглашений. В этом году центральной станет работой по выводу из тени так называемых «серых» зарплат. В частности, предлагается… При размещении государственного заказа государственные заказчики и муниципальные заказчики должны будут обращать внимание на уровень оплаты труда будущих подрядчиков. Если он не соответствует среднеотраслевому уровню оплаты труда, соответственно, государственный контракт с такими заказчиками заключаться не будет. Для плотного контроля с этого года в состав комиссии войдут представители прокуратуры, ФНС и ФСС. Региональная счетная палата обратила внимание губернатора на ситуацию со строительством социальных учреждений на средства областной казны. Речь идет о контроле за строительством, которое иногда доставалось и к исполнению непрофильным специалистам. Администрация районов откровенно перекладывала ответственность за расходование бюджетных средств ДЕЮРа с руководства районной администрации на директоров школ. Председатель счетной палаты попросил губернатора повлиять на текущее положение дел, проведя рабочее совещание правительства для исправления ситуации. Совсем другой калинкор в регионе с исполнением социальных контрактов. С 2021 года Ульяновская область вошла в профильную федеральную программу. В 2023 году на это направление выделено 570 миллионов рублей, 460 из которых предоставил бюджет страны. Министерство социального развития готово заключить 4230 контрактов, в том числе и по актуальному сегодня направлению. Семьи мобилизованных также могут участвовать в реализации социальных контрактов. И средний душевой доход члена семьи мобилизованной, он не будет учитываться при заключении социального контракта. На сегодня у нас такие семьи есть, это 18 человек. Данная работа также будет продолжена. Тему с финансовой поддержкой бойцов, возвращающихся с СВО, акцентировал Алексей Русских, губернатор в курсе трудностей при начислении демобилизованным из региональных добробатов обещанных средств. Я считаю, что необходимо изменить нормативно правовую базу таким образом, чтобы независимо от того, планирует ли человек дальше службу или принял решение вернуться домой по завершению первого контракта, или был ранен, каждый отслуживший доброволец должен эти средства получить как можно быстрее без бумажных проволочек. В итоге каждый доброволец из батальонов Свияга и Симбирск автоматически получит положенную единовременную выплату 100 тысяч рублей. Никаких дополнительных документов и заявлений от семей не потребуется. В уведомляющем документе о повышении тарифа на проезд в городском транспорте, который появился в социальных сетях, указывается конкретная дата. Перевозчики говорят о том, что с 4 марта 2023 года проезд в автобусе будет стоить 31 рубль и несколько копеек. Я считаю, может быть, на этом же уровень надо оставить. Потому что уровень проезда и цен в магазине – это всё накладывается на пенсионеров. В городе у нас одни пенсионеры, а уж и зарплата тоже нехти какие маленькие. Молодёжь в основном ездит. Последнее повышение, причём сразу на 5 рублей, было в 2021 году. Тогда, чтобы избежать картельного сговора, димитровградским перевозчикам пришлось разбить цену с разницей в копейки. Да и дело-то не в копейках, собственно. А в том, что пассажиры, с одной стороны, понимают, что дорожает всё – и запчасти, и ремонт техники, но не понимают другого – повышая цены, когда начнут повышать качество. Езжу на личном транспорте, а так, конечно, это нехорошо, что дорожает транспорт, проезд. Потому что это на кошельке гражданина будет отражаться. Также хотелось бы затронуть вопрос по поводу бесплатного проезда школьников. Это очень актуально для наших детей. К сожалению, в этом году мы лишились данного проезда. Мне, как пенсионерки, конечно, накладно. А кто сказал, что поднимут? Я этого не слышала. Конечно же, администрация города не может остаться в стороне от происходящего. Понятно, что транспорт в городе в частных руках. Но всё же. Как нам пояснил заместитель главы города, курирующий сферу ЖКХ Дмитрий Трофимов, на транспортной комиссии было принято решение о рассмотрении уведомлений от перевозчиков. И через неделю данный вопрос будет рассмотрен повторно. В Казани ульяновские спортсмены завоевали 30 медалей. На первом в своем роде состязании выступили представители 59 российских регионов и Республики Беларусь. За наш регион 38 спортсменов в 7 дисциплинах. Награды взяли в плавании, бадминтоне, флорболе, лыжных гонках, беге на снегоступах и лёгкой атлетике. В копилке ульяновцев весь арсенал медалей, из которых 8 золотых в личном и командном зачётах. Поздравляем земляков с успешным выступлением и желаем новых побед. Продолжаем наводить мосты. 14 опор для переноса теплотрассы соорудили строители вдоль Минаевской переправы. Готовы основания ещё под три. Специалисты проложили две новые ветки трубопроводов. Всего планируется возвести 31 опору, по которым пройдёт 400-метровая тепломагистраль от улицы Ульяновской до Свиярского берега. На строящемся мосту в створе Шевченко-Смычки испытали свайные конструкции. Под седьмую опору готовы 10 буронабивных свай из 20. Началась подготовка технологической площадки для строительства опоры номер 6. Сотрудники областного МЧС и городского управления гражданской защиты проверили уличные пожарные гидранты. В числе наиболее частых нарушений и отсутствия табличек с местоположением пожарных гидрантов. Кроме того, крышки и люков должны быть очищены от грязи и в свободном для пожарных доступе. Также сотрудники ведомства провели профилактические беседы с жителями частного сектора. С жителем были разданы тематические листовочки с памятками. Особое внимание уделяется многодетным сениям, инвалидам, престарелым гражданам, а также жителям, находящимся на контроле в социальных службах. Мама, я попал в аварию. Пожалуйста, прошу. Я тут следователь знакомый. Мне отвечает женщина. Следователь знакомый. Он надежный. Я у него удостоверение для дела взял, а он у меня. Не бойся. Я бы не подбог какой. Неизвестный мужчина убедил потерпевшую, что дочери грозит уголовная ответственность за ДТП. Но якобы наказание можно избежать. И растерявшаяся женщина согласилась. Уже после того, как курьер спустя несколько часов забрал 200 тысяч рублей, пенсионерка созвонилась с родственницей и узнала, что попалась на крючок мошенников. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по железнодорожному району города Ульяновска в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника. И утром 28 января он был задержан по месту временного проживания по улице Гагарина областного центра. Им оказался ранее судимый житель города Энгельс Саратовской области. Задержанный прибыл в Ульяновск 27 января, поскольку устроился курьером. Условия будто не насторожили забирать деньги по перечню адресов, которые присылает работодатель. Едва успел решить жилищный вопрос, как пришел первый адрес, по которому как раз проживала потерпевшая. Деньги из газетного свертка задержанный перевел на указанный счет. Не успел вернуться на съемную квартиру, пришел новый адрес уже на верхней террасе. Я приехал туда, поднялся в третий подъезд, третий этаж, дверь прямо. Там вышел пожилой мужчина, открыл мне дверь, отдал мне газету, в газету завернутые денежные средства. После был еще один адрес. Там к курьеру вышла женщина с пакетом вещей, будто для больницы. Просто не тапочки и, разумеется, не маленькая денежная сумма. По словам задержанного своих работодателей, лично он не встречал. Общение протекало в сети. По статье 159 Уголовного кодекса, мошенничество, возбуждено уголовное дело. Сам фигурант в совершенных действиях раскаялся и вину полностью признал. Полицейские продолжают расследование и напоминают. Бдительность – лучшее препятствие обманщикам и вымогателям. Исвечрение речи иноземными словами вошло у нас в поголовные обычаи. А многие даже щеголяют этим, почитая русское слово до времени, каким-то неизбежным удох, каким-то затоптанным головиком, рогожей, которую надо усыпать цветами и на почве, чтобы порядочному человеку можно было пройтись. Слова великого писателя, составителя толкового словаря Владимира Ивановича Даля открывают урок русского языка не случайно. Тема сегодняшнего занятия для учеников 10 класса – языковые заимствования. Замусоривание родной речи иностранными словами – проблема отнюдь не новая, но актуальная и всегда вызывающая горячие дискуссии. Защищать великие и могучие от заимствований сейчас пытаются путем введения искусственного запрета на употребление инородной лексики. Но нуждается ли сам язык в такой навязчивой протекции? Все ненужное вымывается из языка, все лишнее, все наносное, все остальное. Язык же он живой, он развивается точно так же, как мы с вами развиваемся. И поэтому здесь не может быть каких-то перекосов, он сам все исправит. Филологи уверены, языковой тоталитаризм проблему решить не способен. Ведь язык – не гранитный памятник, а самостоятельный, живой организм. И ассимиляция иностранной лексики для него – естественный путь обогащения, во многих случаях и вовсе необходимость. Весь части из них мы, конечно же, совершенно спокойно можем обойтись, и они, собственно, уходят из нашего языка, их вымывает просто. А часть абсолютно спокойно приживается в нашем языке. Мы эти слова адаптируем, добавляем свои приставки, суффиксы. В общем, делаем их своими, родными и совершенно спокойно используем свои речи. Не навредить, а помочь естественному процессу развития русского языка может каждый. Прежде всего, своим внимательным отношением к изучению правил родной речи. Ведь быть грамотным и любить язык в эпоху рассеянного цифрового общения стало еще более важно. Я считаю, что здесь нет ничего плохого, если использовать его в меру. Можно брать различные слова из других языков. У нас так и происходит, и происходило всегда. Но стоит их всегда переделывать под русский лад, чтобы не терять сам русский язык. Антон Кузьмин, Алексей Юферев, репортер 73. Супер цены в светофоре. Сельдь Аплантическая 1 килограмм 139,90. Масло сливочное традиционное 500 грамм 122,90. Свинина на кости 179,90 за килограмм. Во всех магазинах светофора Ульяновска и Ульяновской области. С добавкой здравурни сушка, куры несутся зимой, как летом. Срочно нужны деньги? Поможем всем. От студентов до пенсионеров. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте центрофинанс.ру. Телефон 8-931-106-54-91. Варикозное расширение вен – серьезная угроза здоровью. Только до 28 февраля в медицинском центре «Консилиум» консультация сосудистого хирурга и УЗИ вен нижних конечностей. Всего за 800 рублей. Не откладывайте визит к специалисту. Медицинский центр «Консилиум». По данным сета «Гесметио» 1 февраля в Ульяновске-Пасмурно. Температура воздуха по области ночью –1, –5, днем –3, –7 градусов. В городе температура воздуха ночью –2, –4, днем от 4 до 6 градусов со знаком «минус». Ветер южный с переходом на юго-восточный – 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Школьников региона приглашают к участию в научно-популярном конкурсе «Знаешь? Научи». Этот конкурс толковал осенью прошлого года. В нем школьники попробуют себя в роли научно-популярных блогеров. Прием заявок продлится до 6 марта 2023 года, а к участию приглашаются ребята с 1 по 11 класс. Победители получат сертификаты на образовательные курсы, технику и поездки, а школа – современное оборудование. Также спецпризы получат учителя, наставники и финалистов. Для участия необходимо записать научно-популярное видео продолжительностью не более трех минут и опубликовать его на сайте наука.homodefiscience.ru. Оно должно в доступной и интересной форме объяснять научную теорию, концепцию или явление. Очень интересно. После окончания приема видео ребятам предстоит оценить работу друг друга, а ролики с наиболее высокими оценками будут представлены членам экспертового совета конкурса, среди которых молодые ученые, исследователи и студенты. Эксперты выберут лучших в разных возрастных категориях и тематических номинациях конкурса, посвященных различным отраслям науки. Самое время передать слово нашим юным коллегам, которые подготовили свежий выпуск новостей. Привет! В эфире новостята! Все же понимают, что в 2023 год год кроликов. Эти пушистые звуки одни из самых популярных питомцев во всем мире. Популяция только домашних кроликов более 700 миллионов особей. А что мы о них знаем еще? Кролики плодовятся и любят морковку. Кролики плодовиты и любят морковку. А еще они моются как кошки и могут умереть от страха. Об этом и многом другом в нашем выпуске новостят. Об этом и многом другом в нашем выпуске новостят. В дикой природе кролики живут под землей. Именно там им очень. Именно там они больше защищены от кисников. Они строят сложные туннели и соединяют туннель с другими кроликами. Туннели примыкают к комнату, где кролики живут и гнездятся. Эта сеть кроличьих нор называется воронкой. Кроликов часто путают с зайцами. У зайца... А ты мне другой листочек. Но между этими животными много отличий. У зайца лапы длиннее и шустрее. Кролики могут поворачивать уши на 180 градусов. Так они определяют место, откуда доносится звук. Еще уши помогают кроликам регулировать температуру тела. В Японии есть небольшой остров кроликов. Там много диких кроликов, которые не боятся людей. Кролики... Кроликов не любят... Кролики не любят, когда их берут на руки. Сама мелкая порода кроликов... Мелкенг. Сама мелкая порода кроликов... Пигмени. А самый длинный прыжок кроликов... Три метра. Кроликов массово разводят во множестве стран. История кролиководства началась около 4 тысяч лет назад. Станки первых крольчих ферм были найдены в Испании и Португалии. Да. Наполеон Третий, племянник Наполеона Первого, был из самых известных заводчиков кроликов. Кролики приносят потомство за первый раз. Официальный рекорд приплода 24 кролика за один раз. Кролики бегают... Кролики обычно бегают диклогами. Это сбивает стол у хищников. Итак, друзья, сегодня у нас что на календаре? Первое февраля. Как думаешь, уже пора задумываться о весеннем гардеробе? Обязательно. Или уже поздно? Нет, еще не поздно. Самое время, все-таки еще месяц до весны, а значит самое время подумать, что будет модно, что с чем носить, присмотреться. Обязательно послушать мнение экспертов. Мне всегда казалось, что вот если начинаешь уже готовиться, так вот прям к весне, к весне, уже сложно после вот такой подготовки влазить во что-то зимнее. Ну, ты влезай потихоньку, а мыслим все равно уже настраивайся на весну. Это же так приятно. Об интересном, о стиле и о всевозможных лайфхаках расскажем в нашей рубрике «Стиль». Доброе утро, дорогие друзья! С вами репортер рубрика «Стиль». Меня зовут Дания, и сегодня мы снова порисуем вот такие вот прекрасные лимоны, очень сочные, яркие, как раз подойдут на кухню где-нибудь или в столовой. Для этого нам понадобится всего лишь акварель, вода и кисти. Ну, и подручные средства — это карандаш, чтобы заранее подготовить наш рисунок. И я возьму такой линер или маркер, чтобы обвести наш рисунок, чтобы он был сочнее. Итак, для этого сначала я нарисую три вот таких вот лимона. Как вы можете заметить, они с разных ракурсов. Это нужно для того, чтобы выглядело как-то, ну, интереснее рисунок, схематичные рисунки. Пытаюсь нарисовать круг. Для этого нам поможет стерка, чтобы убрать ненужный рисунок. Так, вот что у нас получилось. Дальше что я делаю? Я примерно нахожу центр у этого кусочка и начинаю рисовать вот такой вот округлый треугольник. Что значит округлый? Это значит, что его углы я делаю максимально гладкими, чтобы не было острых углов. Вот так. И то же самое повторяю с остальными дольками нашего лимона. Вы знаете, что у апельсина, у лайма, мандарина похожие дольки, поэтому, в принципе, вы, меняя цвет, можете экспериментировать со фруктами. Итак, вот такие дольки у меня получились. Я их заранее сделала чуть-чуть поменьше, чтобы наши брызги поместились, чтобы они не перекрывали друг друга. В конце вы поймете, как это будет выглядеть. Итак, теперь я беру нашу кисть. И в профессиональной акварели есть даже такой цвет, лимонный называется. Он менее теплый. Не знаю, можно ли говорить так про желтый цвет, что он менее теплый, но просто он имеет чуть-чуть другой оттенок. То есть вы можете посмотреть на мою акварель. И здесь аж четыре у меня оттенка желтого. Я выбираю вот этот. Итак, я приступаю к зарисовке. На самом деле, если вы вообще никогда не рисовали акварелью или, там, не знаю, гуашью, этот рисунок нарисовать будет супер легко, потому что не нужно ничего прорисовывать. То есть я буквально вот нарисовала и делаю, вот вы сами видите, то есть вообще не прикладываю никаких усилий, просто зарисовываю то, что снизу. И оставляю чуть-чуть белые такие пустые места. Белые места нужны для того, чтобы показать блики на нашем лимоне. Блики есть на всех фруктах, так как они содержат много воды, это как раз-таки и показывает их сочность. Белый цвет. Поэтому я оставляю. Вот так. Получилось очень, так сказать, просто. Добавляю сюда вот еще желтого оттеночка. И смотрите, что я делаю теперь. Я беру кисть поменьше и беру такой оранжевый оттенок, вмешаю его. Можно даже добавить немножко охры или коричневого, как он называется в обычных красках. Охра – это такой светло-коричневый оттенок. И вырисовываю наши дольки. Но вырисовываю только по одним, так сказать, сторонам. То есть вот так вот. Можете увидеть. То есть это будут наши тени. Блики мы уже оставили. Теперь нарисуем тени. Вы можете более аккуратно их прорисовать. Но, повторюсь, если вы рисуете первый раз, то можете не заморачиваться. Вот так. Теперь о наших брызгах. Берем большую кисть и делаем вот так. То есть наносим краску, даем ей направление. Ну, то есть я рисую вот такие вот полоски и делаю вот так. То есть я просто дую на краску. Можно добавить туда чуть-чуть оранжевого, чтобы интереснее смотрелось. Можно добавить зеленого, чтобы выглядело сочнее. Наши лимоны подсохли. Теперь я беру маркер. Можно взять черную гелевую ручку. И я прорисовываю тот контур, который я нарисовала в самом начале. Это я делаю для того, чтобы наши лимоны выглядели четче. Вообще, по секрету скажу, в живописи, то есть когда вы прям по-настоящему рисуете акварелью, создаете полутона, то там не рекомендуют использовать контур ни маркером, ни красками, ни ручками. Просто создавать тень за счет тени, ну, то есть красок. И так же делать со светом. Но если вы новичок, и вам непринципиально вырисовывать это все, то можно попробовать вот такой способ. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Можно еще добавить точек по центру и вот здесь, где, как-то называется, цедра у нас находится, чтобы показать как раз-таки вот эти точки. Может быть, замечали на цитрусах, они такие есть. И так, буквально парочка штрихов. Итак, вот такая замечательная картина с лимонами у нас получилась. Ее нарисовать очень быстро, как вы могли заметить, буквально за 5 минут. Поэтому еще раз говорю, не бойтесь, творите, экспериментируйте, и тогда у вас все точно получится. До скорого! В Ульяновске завершился городской этап конкурса «Ученик года». Не могли мы обойти стороной это замечательное мероприятие, поэтому у нас в гостях триумфатор, что уж там говорить, победитель городского этапа. Ксения Хрусталева, ученица 10-го А-класса, многопрофильного лицея номер 11, и Ирина Сергеевна Макарова, советник директора по воспитанию. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Ну вот, конкурс закончился, теперь можно выдохнуть. Точно! Или нет? Ну, скорее на время, потому что скоро уже областной этап. Самой верится, что уже все выиграла, и ты вот теперь ученик года? Ну, как только выиграла, сначала не верилась, но постепенно вот осознание приходит, особенно когда родные поздравляют в школе, поздравляют друзья, то уже приходит осознание. Слушай, поздравляет, понятно. А вот завистники вот есть, мне кажется? Я сразу с ним такое вообще не скажу. Ну, конечно! Ну, честно, не могу точно ответить, но, как мне кажется, в моем окружении нет. Ну, потому что поздравляют друзья, все близкие, даже не могу подумать, что кто-то мог бы завидовать. Ну, глядя на группу поддержки Ксюши, было действительно видно, что ребята очень искренне радуются заслугам, успехам. Ну и замечательно. Мы тоже порадуемся искренне за тебя. Спасибо. Расскажи о конкурсе. Что он включал, из чего состоял? Что нужно было делать? Конкурс включал в себя три этапа. Первый — это был интеллектуальный, за него я, кстати, переживала больше всего, потому что что тебя ждет, не знаешь, какие вопросы будут, тоже не знаешь. Затем был этап, который назывался «Инфографика». Там я разрабатывала целый туристический маршрут, то есть каждый из участников рассказывал про какие-то музейные реликвии нашего города. А третий этап — это уже была самопрезентация, где каждый участник рассказывал о себе, о каких-то своих заслугах, умениях. Ну, вот это уже прям творческая часть получается. Ну, смотрите, вот реноминация — спортивная, творческая и общественная. То есть кто-то был в творческом, я была в общественной. Вот. Так. Раньше как-то проще было. Просто творческая, представила себя. А там уж если творческий, говорили об общественном. Да. Ну, инфографика, да, тоже такой момент. Составь кого-то. Это первый раз такой был или это уже привычный этап конкурса? Нет, это первый раз в этом году была инфографика. До этого были латбуки, нетбуки, то есть что-то было подобное. В этот раз был такой современный формат. Нужно было графически рассказать о информации. Ну, такой первый блин не комом, да, я так понимаю? Нет, очень многие ребята из школы действительно понимают, что это такое, очень грамотно представляют, ну, красивое графическое содержание. Ксиша, по-подробнее, ты о чем рассказывала в этом конкурсе? Я рассказывала о музее Симбирского водопровода. Неожиданно. Почему вдруг на этот музей выбор пал? Ну, как мне кажется, что в нашем городе мало кто вообще слышал о таком музее. И мне кажется, многим было интересно узнать, что такое музей вообще существует и узнать, что находится внутри. А ты долго готовила вообще этот вот рассказ, проект? Ну вот, как наступил Новый год, мы, в принципе, и начали подготовку вплоть до 20-го числа. Про команду поддержки расскажи, кто тебя поддерживал, с кем ты готовилась к конкурсу? Конечно же, поддерживали меня педагоги. Это огромный педагогический состав, который на протяжении всей-все-все этапов подготовки максимально меня поддерживал, давал какие-то советы, наставления и много с чем помогал. Практически совсем мне помогали, и это, на самом деле, очень важно. А вот интеллектуальный конкурс, я сейчас прошу прощения, первый, да, вы, по-моему, договорила? И ты говоришь, что непонятно были какие-то вопросы, они были совершенно разные. Вот насколько они сложными для тебя были? Ну, я думаю, не могу сказать, что они были сложными, потому что, когда решаешь их, ну вот я смотрю вопрос, знаю ответ, знаю ответ. То есть, наверное, это все зависит от подготовки. Из-за того, что я подготовилась, сложно не было. А вот учителя, которые помогали, все пообещали пятерку в четверть или за год, если выиграть? Они дарили мне свою любовь, и мне этого было достаточно. Тактично, видишь, да, вышла из этого, от этого вопроса ушла. Молодец. Ну, вообще, в целом, в лицее существует традиция о том, что у нас существует творческие группы, которые готовят любых конкурсантов, не только учеников, но и учителей. То есть, вот, сложившийся творческий коллектив также готовил, помогал Ксюш. А, то есть, в принципе. Да, в принципе, в лицее это традиция. То есть, если вдруг учитель года, то есть команда, кто будет работать. Рабочие группы творческие. А одноклассники подключались к процессу? Да, конечно. Они в видео участвовали, помогали, поддерживали. Сколько человек? Всем классом? Или, опять-таки, тоже там выбрали инициативную группу? Ну, почти всем классом. Ну, кого было время? Кто-то в чем-то. Кто-то в видео, кто-то поехал вместе с нами, кто-то там помог с нами. Родители переживали? Конечно. Родители переживали и поддерживали. Мама тоже и папа. Папа вообще присутствовал со мной прямо на самом мероприятии. А мама, к сожалению, не смогла. Писала постоянно, переживала тоже. А что они тебе сказали, когда ты написала, что мама, я выиграла, там ты позвонила, да? Они такими большими буквами. Умница! Ну, а что еще? Ну, вот как бы... Мне кажется, они гордость должны были испытать в этот момент. Папа, который был на мероприятии, вообще с букетом ко мне приехал, поздравил. Было приятно. Стою, папа, похоже, с букетом. Все это видят, хлопают. Вообще, очень приятно было, правда. Так, дальше что? Вот у нас, значит, один городской этап завершился. Теперь вы пока еще, наверное, не начинаете кататься, пока отдыхаете. Но впереди... Областной этап. Так, там известно, что будут какие-то задания? Да, там будет, по-моему, насколько я помню, около пяти этапов конкурсных. Три из них будут те, которые уже были. Это портфолио, инфографика и самопрезентация. И интеллектуальный. Только уже будет не по области и городу, а по Российской Федерации. То есть так расширяем границу. Расширяем, да. Ну и, соответственно, он по традиции будет в лагере юность проходить. Да. Это когда он будет? Мы, по-моему, не сказали. С 28-го февраля до 3-го марта. Ну там, как обычно, на недельку. Но место вообще не указано. А, не указано? Не совсем достоверный формат. То есть не факт, что юность. Я просто... Это по памяти своей, да? Я по своей памяти, да. Что, ну, как бы областной обычно в юности проводился, ну и хорошо. А конкурс не повлиял на учебу? Я как учитель, да, тоже по совместительству еще могу сказать, что нет. Ну, то есть Ксюша умеет совмещать. То есть и со всей своей активной общественной деятельностью. Сколько ни раз там она куда-то уезжала в какие-то различные лагеря, ребенок приезжает абсолютно подготовленный. Потому что идеальный какой-то ребенок. Ученик, да, видимо, должен быть идеальным действительно во всем. А вообще сейчас дети действительно умеют совмещать? Потому что, ну, раньше что можно было делать? Если ты там прогуливаешь уроки, ну, можно гулять. Там, или там, я не знаю, а сейчас там компьютеры, гаджеты и прочее, прочее. Или все-таки действительно есть вот это вот понимание? Ну, верно ориентированные дети, они действительно могут все грамотно совместить. То есть и общественную, и творческую деятельность с учебной. Ксюша, получается. Хорошо. Как тогда верно сориентировать ребенка? Верно сориентировать? Наверное, самому осознавать, для чего ты это делаешь, и что важно и учеба, и конкурсы. Ага. То есть это такая внутренняя работа должна быть? Скорее, да. Или кто-то помогал? Потому что, может быть, там, мама, папа, я не знаю, как совместить. Что вы мне посоветуете? Может быть, мне, там, я не знаю, не получить сегодня географию, а вот сделать лучше вот это. Ну, может быть, и родители, они всегда говорят, что все получится, все успеешь, не переживай. То есть такая верно, поддержка прямо за спиной была очень сильная. Да, конечно. А о соперниках вот расскажи. Достойные, сильные были или все-таки действительно просто было тебе? Ну, соперники все были очень достойные. Вообще, как я считаю, в этом году, даже учителя говорили, очень сильные соперники. Каждый из них подготовил что-то классное, и каждый чем-то запомнился. Поэтому, ожидая результатов, я прямо переживала. Вот эти оценки говорили, я сижу, думаю, мой шестой номер, который у меня вот здесь был надет, думаю, прям баллы переживала, потому что, правда, были достойные ребята. Сколько ребят было ты, получается, лучше из скольких? Шестнадцать. Шестнадцать. Шестнадцать, да. Ставлены на очный этап. Сначала двадцать четыре, потом шестнадцать прошли на очный уже. То есть, ну, там отсев такой серьезный обычно всегда. Ну, да. Но у вас сколотилось сообщество такое участников ученика года? Ну, думаю, да, потому что со многими ребятами познакомились, а с некоторыми уже даже была знакома. А, то есть, ну, там, то есть где-то... Представляешь, такие знакомые-знакомые, да, тут раз так, я лучше, и я лучше. И вот так вот выясняешь. Очень интересно, я думаю, это было все очень. Сейчас, когда вот вы прошли, вы говорите, этот этап, вы отдыхаете. Сейчас немножечко все-таки момент отдыха не должен быть, но в конце концов. Больше времени в учебе посвящаешь или как бы нет? Конечно. Времени стало свободно больше, поэтому все, оно почти уходит на учебу. А погулять? Погулять, ну, тоже, конечно, можно, особенно выходные. Ты же сказали, ребенок может все совмещать. Чего можно погулять сюда? Я просто прикидываю, почему у меня не получалось совмещать. Почему я тогда не участвовал в этом конкурсе, но только в группе поддержки. Теперь есть возможность поговорить с людьми, которые стали учениками года, видишь? Ну, это самое главное, наверное, что уж поделились опытом, рассказали интересную историю. Но это правда круто, здорово. Вообще у вас в школе уже были ученики года? Ну, вот тоже победители. Да, на самом деле, сколько даже я, когда была чуть помладше, слышала о учениках Года, победителе. Вот это была малышка еще, все это слушала и думаю, вот, интересно, вдруг когда-нибудь тоже. Вот они мечты зарождаются, видимо. Да, то есть твоя мечта у нас сбылась. Ну, да, да. Что посоветуешь тем, кто, может быть, хочет, но боится попробовать себя выступить в роли ученика года? Я пожелаю, конечно же, в первую очередь это не бояться, потому что зачем бояться? Надо пробовать и делать. Но получится, не получится, ничего страшного, в любом случае, это опыт. Не получится в этот раз, получится в следующий. Ну, то есть, сколько надо позитива такого накопить, чтобы еще, ну, а чего бояться? Ну, правда, можно было бы отменить бояться, чтобы собак, может быть, не боялся бы. Ну, к сожалению, такой функции нет, только вот упорством. А вот у учителя, хочу спросить, как у учителя, собственно говоря, Ирина Сергеевна, вот такие победители, они стимулируют других учеников, так скажем, тянуться за ними, лучше усваивать знания? Я думаю, здесь все зависит от того, на какого ребенка мы показываем этот пример. То есть какие-то дети, да, скажут, вот я тоже так хочу, да, вот как у Ксюши. У него были примеры, были примеры победителей, ей тоже захотелось поучаствовать в этом. Возможно, некоторые дети скажут, вот я, наверное, недостаточно, вот, дотягиваю до таких планок, и, возможно, стушуются. То есть тут, я думаю, все зависит от каждого ребенка. Некоторые, наверное, слава богу, что не я. Можно такие есть, да, все по-разному. А вообще, кстати, ребенок может же подойти, сказать, там, вот я хочу поучаствовать, но прям переживаю, боюсь, что вы мне скажете. То есть у нас нет такого, что мы заставляем, да, вот ты будешь участвовать. То есть этого нет. Во-первых, все равно инициатива должна идти от ребенка. То есть какая бы поддержка ни была от учителей и одноклассников, там, друзей, если ребенок, вот, не обладая, да, какой-то базой, вот, нет у него вот какого-то такого желания, стремления, мы все равно не сделаем ничего из этого. То есть все равно в любом случае это все идет от детей. А отличником быть обязательно для этого? Не могу... Отличница? Да. Ну, это понятно. Да, конечно же, да. Обязательно? Не могу сказать точно, да, чтобы не быть недостоверной, но я думаю, что это не критерий. Не, ну, мне кажется, если есть троечки, то не возьмут. Ну, наверное, ударник и отличник, я думаю. Ну, кажется, тем, кто хочет, сначала нужно подтянуть учебу для начала, да, а потом уже выступать. А лучше не доводить до того, чтобы приходилось подтягивать. Да, лучше сразу как бы вовремя усваивать знания, вовремя их направлять в нужное русло, ну, а остальное все, наверное, само придет, может быть. Какой любимый предмет в школе? Литература. Ух ты, а почему? Не знаю, нравится читать, нравится анализировать произведение. Какой любимый автор? Любимый автор Чехов. Серьезно? Ну, судясь, серьезный гостин. Ну, понятно, это мы тут думали, не годно, что там... Физкультура. Физкультура. Замечательный предмет. Ну что ж, спасибо большое за интересную беседу. Будем болеть за тебя на областном конкурсе. А там, может, и всероссийский. Ну, кто ж знает. Это загадывать не будем. Если что, ждем потом в гости. Конечно, конечно. Будем рассказывать еще раз обо всем интересном, что происходило на областном конкурсе, ну, и туда дальше. С радостью. Если все получится. Ну что ж, спасибо большое за интересную беседу. Телезрителям напомню, что сегодня у нас в гостях была ученица года. Ксения Хрусталева, ученица 10-го А-класса многопрофильного лицея номер 11. И Ирина Сергеевна Макарова, советник директора по воспитанию. Вы смотрите «Утро с репортером». Мы продолжаем. Два часа утреннего эфира пролетели, как одно мгновение, и пора поговорить о праздниках. 1 февраля отмечаем День Робинзона Круза. Всемирный день чтения вслух. День заглядывания за спину. Я должен был это сделать. День работника лифтового хозяйства. День «Измените свой пароль». Это вот, к слову, о мошенниках мы говорили. Посмотрите свои пароли, если что, усложните. Да. Вне зависимости от праздника и дня недели. Нашу студию украшают прекрасные цветочные композиции от партнера программы сети салонов «Нимфа-73». Если вы пропустили сегодняшний выпуск нашей программы, наверстать упущенное можно на сайте тройнойудалблю.репортер73.тв. А еще своими историями можно поделиться по телефонному номеру утренней редакции 30 50 73. На этом будем прощаться. В студии для вас работали мы, Оксана Коваль, и Владимир Гаврилов. Хорошего вам дня. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!